Там процедура тоже самая, отправляем письмо в управляющую компанию. Мы вначале сами своими силами пытались как-то достучаться, дозвониться. Нет вопросов, которые нерешаемы. Как достучаться до управляющей компании? Что делать, если во дворе негде припарковать машину? И есть ли будущее у березняковского футбола? Над ответами на эти вопросы мы подумаем вместе с депутатом Березняковской городской думы по 13 округу Иваном Чебыкиным. Он родился в 1984 году. Имеет два высших образования. Первое по специальности химическая технология неорганических веществ. Второе экономика и управление на предприятии. Работает начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в вагонном депо Балахонце. До 2002 года был профессиональным футболистом. Сейчас Иван Чебыкин играет за сборную предприятия. Наша съемочная группа встретилась с ним на поле стадиона Березняки Арена Спорт. Что для вас значит футбол? Футбол это жизнь, движение, работа в команде, воспитание, отношение на поле, как в жизни. То есть к партнерам, к судьям, к сопернику. Главное уважение. Футбол это все. По серьезному футболам, с записью в трудовой книжке и официальной зарплатой игрока, Иван Чебыкин занимался с 1999 года. Тогда в Березняках возродилась команда профессионалов и назвалась «Титан». В ее копилке серебро и золото в первенстве России среди команд, спортивных клубов, предприятий и учреждений. «Титан» просуществовал до 2001 года. Потом финансирование прекратилось. С 2006 года работаю в «Уралкале» и сразу поступило предложение играть за сборную «Уралкаля». Да я даже не раздумываю. Честно, я и тренирую, и капитан, и игрок. На ваш взгляд, что нужно для развития футбола у Березняка? Нужна поддержка. Да, это раз. И преимущество поколений, и тренеров, и игроков. То есть у нас в футболе она потеряна уже. Нужен такой проект, как «Калибаски», допустим. Что много возрастов играют, начиная со школьников, с детсада, школы-школы, до юношей, 18-19 лет, которые сейчас показывают хороший уровень баскетбола. Какие направления у вас работали как депутат? Основное направление рассматривают работа с гражданами, то есть работа в округе. Пятиэтажные хрущевки, один дом с квартирами улучшенной планировки и два гостиничного типа. Такой жилфонд находится в 13-м округе. Начнем чертить его границы от 77-го дома на улицу Юбилейная по нечетной стороне до кинотеатра «Мелодия». Затем повернем на Ломоносово в сторону улицы Парижской коммуны. За 137-м домом свернем во дворы и направимся к улице Свердлова. Захватим дома номер 65, 65А, 81 и вернемся на юбилейную. Так графически выглядит 13-й округ. На его территории находятся социальные объекты. 29-я школа, 66-й детский сад, спортивная школа «Темп» и центральная городская библиотека. Иван Сергеевич, как часто бываете в округе? Стараюсь по возможности быть раз в неделю точно. Когда здесь бываете, на что обращаете внимание? Освещение наружное, контейнерные площадки, работа управляющих организаций, то есть дворы, мусор и так далее. С какими вопросами в основном обращаются жители? Основной вопрос, это 90% это работа управляющих компаний, вопрос ресурсно-оснабжающих организаций, то есть ОДН, первоэнергосбыт, как работает. Жители сами могут решить эти проблемы без вашей помощи? Жители обращаются раз в управляющую компанию, два обращаются, бывает устно, бывает письменно, то есть бывает по телефону. Управляющие компании в большей своей части плохо реагируют на обращения жителей. Звонят или приходят ко мне, я уже помогаю. То есть я со своей стороны, мы составляем общее письмо, готовим в управляющую организацию. И в управляющей организации на письмо депутата реагируется совершенно по-другому. То есть у них сразу же появляется интерес, то есть они заходят сразу же, уже ищут решение гораздо быстрее. В начале апреля жители 59-го дома на улице Юбилейная обратились за помощью к депутату Ивану Чебыкину. Проблемы подали списком. У нас проблема с крышей, глобальная проблема с крышей, ну и в дальнейшем также ремонт подъездов, окон замена, также ящиков, ну и благоустройство дороги бы хотелось и детской площадки, так как у всех есть дети. Нету никаких парковочных мест, и то есть мы круглый год ходим в грязи. Ну мы вначале сами своими силами пытались как-то достучаться, дозвониться, кричаться, чтобы нам что-то помогли. Ну никто ничего нас не слышит. Нам пришлось обратиться вот к Ивану Сергеевичу, он нам пошел сразу же на встречу. И все, быстренько все заработали. Говорить о результатах пока рано, но первые шаги к достижению цели сделаны. Мы тоже пообщались с вашими жителями, и одну из проблем, которую они озвучивают, это отсутствие парковок. У нас дорогу недавно сделали, а вот машины все разданут, басили опять, и опять ходим по грязи, как говорится. Машины есть машины, пускай какие-то парковки делают нормальные возле домов. Решение проблемы – это участие в программе «Комфортная городская среда». То есть ко мне уже несколько домов обратились, то есть мы подготовили пакет документов, и будем участвовать в программе на 22-й год. Еще одна жалоба – жители на отсутствие горячей воды, перебои с горячей водой. Воды горячей у нас постоянно нет, струечка тоненькая-тоненькая. Если ресурсно-оснабжающая организация не может решить данный вопрос, пусть житель данного дома обращается ко мне. Но это компетенция депутата, или это все-таки жители сами должны решить? Нет вопросов, которые нерешаемы. То есть помочь надо в любом случае, решить вопрос любой. Даже если он не в компетенции, даже если в компетенции края, мы все равно ищем общий язык. «Работаю с 2013 года в должности начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности. Вагон от облаконцы. Предприятие занимается ремонтом подвижного состава Урал-Калевского». Сотни вагонов и тысячи километров путей. Он не любит ездить на поездах, но последние 8 лет жизнь Ивана Чебыкина связана с железной дорогой. Вагонным депо Балахонцы. Он отвечает за охрану труда и промышленную безопасность. В его трудовой деятельности три основных направления. Первое – работа с надзорными органами. Роспотребнадзором, Рострудом, Ростехнадзором. Второе – обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Последнее о списке, но, пожалуй, первое по значимости – профилактическая работа. Во многом от нее зависит жизнь и здоровье людей. За последние 5 лет на предприятии не было ни одного несчастного случая. И, как считает Иван Сергеевич, это заслуга всего коллектива. Что в спорте, что в Думе, что на предприятии. Один человек ничего не сделает, ничего не сделает. То есть, это работа в команде, это в первую очередь. На площадке, это партнеры по команде. Судьи те же самые. В Думе – это коллеги, то есть депутаты по округам. Жители – это основной ориентир, с кем приходится работать. То есть, мы, получается, с ними, ну, реально работаем в одной команде. То есть, они в одиночку, им сложно что-то сделать. То есть, я им помогаю. И я без их обращений так тоже ничего не могу сделать. То есть, нужна от них поддержка. То есть, ну, это все работа в команде. У нас остается немного времени до начала вашей очередной тренировки. Кстати, к какому турниру вы сейчас готовитесь? Это чемпионат Пьямовского края. То есть, официальные соревнования, как бы, ну, очень статусные. То есть, в прошлом году команда пропустила эти соревнования. И в связи с пандемией нынче принимаем участие и, как бы, нацелены на победу. И в завершении несколько вопросов нашего БЛИЦ-опроса. Хорошо учились в школе? Отлично. Красный аттестат? Почти. Точно без троек. Часто смотрите телевизор? Телевизор смотрю в последнее время очень редко. Не хватает времени. Какие качества цените в людях? Честность, открытость и характер. Обратиться к Ивану Сергеевичу Чебыкину, депутату 13 округа, можно через интернет-приемную на официальном сайте Березняковской городской думы. Или лично принести письменное обращение по адресу Советская площадь-1, здание городской администрации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова